День убиения царской семьи День убиения царской семьи День убиения царской семьи о спасении наших душ, но и имеем нужду в великом покаянии за нас, предцы, за всю Россию, которые, по сути, если называть все, как есть, отреклись от Христа в лице помазанника Божьего. Именно потому, что этот царь был христианским царем, и не хотел насилием властвовать над своему делу, а любил свой народ, как никто из русских царей, и как никто из всех правительств. И народ, наши, наши отцы, мы, в их лице, оказали Богу черное неблагодарное и предание, этот грех лежит на нас и на чадок наших, как на евреев, убийского сына Божия, так на русских, на всех, без исключения убиения царской семьи. И в чем может быть это покаяние? В том, чтобы почитание царя-мучеников было не на периферии, не факультативным, как это, к сожалению, и увы сейчас есть в русской церкви. А мы осознавали, что мы дружники у Бога, что Он нам дал жизнь и веру, и молитву, и православную церковь. Так мы осознали грех своих прародителей, которые сначала отреклись от Государя, он стал ненуженным, как помазанник Бога. Достаточно сказать, что на следующий день после отречения в аптеке Тархуах России с легкостью перешли напоминания о Великом Ходе после Хирургинска. Вместо благочестивящегося недорога, что Государь-император Российского Николая Александровича напоминания о временном правительстве. Виноваты все, как прекрасно сказал святитель Иоанн Максимович в одной из своих проповедей в храме памяти и его много страдали. Как Агнус Незлобевый, как Агнус Незлобевый, как Авель, Государь, не желал и не хотел, чтобы за него проливалась русская кровь. Но это не значит, что подданные не должны были пролить у него кровь. Они должны были это сделать, не спрашивая у него. И не только, когда в Магилеве в Старке перед лицом гнузных предателей, проклятых иуд, генерала-дьютанта Алексеева, Русского и прочего. Государя приехали арестовать. И самые люди, которые были на преклоненном, молили всего за пять дней до того об отречении. И конвой, который прощался, падал в морду. У них была истерика, они плакали, рыдали. Но эти слезы, тьфу на них, на эти слезы. Они должны были не плакать и не рыдать. Они должны были арестовать врагов Государя и умолить его вернуться на престол. Никто из них этого не сделал. Хотя это были братья и сестры. Лучшие люди. Я не говорю организаторам, революционерам. Это были бравые солдаты, которые много раз были ранены. Георгиевцы, гвардейцы. Они проливали кровь за своего царя. Но покущением Бога они сделали того, что должны были сделать тогда. И Иерусалим не познал посвящение своего. И Господь был милостивым. Еще полтора года царство изменить. Семья никуда не выезжая, не покинув Красиво. Оставалась живой. Больше того, Господь Бог послал в лице комиссара Временного правительства, который был приставлен от Керенского, стереть царскую семью и распоряжаться охраной. Оказался преданным и любящим слугой царской семьи, полковник Кобылинский. И он делал все, чтобы смягчить их участь, их условия жизни. И он был готов. Особенно в Тобольске, где уже его заменили на большевистского охрана. Он ждал, что русские офицеры приедут спасать царя. И он мог организовать побег государя, как начальник охраны. И это время миновало. Соболинского перестали слушаться и наконец пришли большевики, которые заменили охрану. Но и этого охрану пришлось еще раз менять перед самым расстрелом, когда после всех издевательств и глумлений над государем, наследником, девицами, великими княжнами. Эти звери смягчились и увидели, что у них произошел переворот в душе. Их палачам пришлось заменить на стражу и на племенник из мадьяров и латашей, поляков, евреев и русских выродков. Поэтому, дорогие братья и сестры, надо горевать за нашу Родину, который предал вам омазанника Божиим кротко, благочестивого, добрым и заботливого царя, который был истинно религиозным сыном православной церкви. И это все вызывало или непонимание, или издевательство, или клевету. Но царь сейчас продолжает промышлять, и он не оставляет нас, своих детей. И он и сейчас здесь присутствует, в этом храме духовном, благодатью Божьей. Он миловал, как он миловал при жизни осужденных злодеев, и всех, и даже своих охранник, видел русских людей, не разделяя на правах и виноватых, молясь за всех. Отец за всех молится и всех прощает, написала Ольга из заточения, что зло не победит зло, но только любовь, любовь Христова, которую он имел при изобилии, пройдя сквозь жесточайшие муки и унижения от собственных плевретов, пройдя через измену, трусость и обман от облагодетельствованных им. И не пороптал, не поставив им это в вину. Это величайший угодник Божий. Это слуга Христова. И как сейчас к нему относятся? Так. Кое-как. Кто из нас молится по-настоящему ему? Почему в Русской Церкви это не общее обязательное служба? И почему до сих пор святые мощи, обретенные на Старой Коптиковской дороге, лежат в Государственном архиве Российской Федерации? Хотя камни выпьют. Уже десять лет назад следственный комитет признал их подлинно, проведя все экспертизы. И сейчас опять заявляют светские люди, простые русские люди заявляют, что останки подлинны. А церковные люди умывают руки и не хотят этого знать. О горе! О новое предательство! Как написано в экспертном заключении Института общей генетики Российской Академии наук, что ДНК выделено из крови рубашки Николая II Романова, которое хранилось в государственном армитаре, в Зимнем дворце, с тех пор, как он был ранен фанатиками японцев, позволило сравнить эту экспертизу с костными останками найденных на Старой Коптиковской земле. И оказалось, что вероятность того, что сходимость такая, что вероятность того, что они принадлежат эти останки любому другому неродственному индивиду в 10, 2,03 умноженное на 10 в 22 степени. Из всего человечества умноженного на себя миллионы раз, из миллиардов и миллиардов и триллионов, вы понимаете, что такое 10 в 22 степени? Ни один не может принадлежать, кроме государя-императора Николая II, ни одному эти костные останки. И никто это не может опровергнуть. А только, как страусы, песок прячут в голову и твердят, что на ганиной яме, то на ганиной яме Соколов не нашел ничего. И Соколов, как честный исследователь, как и эти честные исследователи, и исследователь искал, нашел это место, но не догадался, что за другим. Ему не хватило времени. Это мы говорим, потому что нас охватывает чувство ужаса и вины, новой вины перед Царем, и ожидание новых бедствий, новых наказаний, нам грешны, за наше новое предательство. Будем молить Государь, чтобы эти чары развеялись, и Бог дал кому нужно, покаяться, усмириться, и не бояться назвать правду правдой, миф мифом, ложь ложей, исповедовать эту правду. Государь император помогает нашему народу, как помогал четыре года назад в Новороссии, когда в день кончины царских, царственных мучеников был перелом. катастрофа, карательная операция украинских нацистов в Донбассе. Именно в этот день провалилось наступление, и был сбит боем. И мы в этом видим, что Государь не оставляет, и не оставит нас. Никого из Русты никогда Государь не оставит. Они имеют такую благодать, как, наверное, никто из новомучеников, возглавляя их сонным. Все новомученики святы, но каждый из них виноват перед царем. И там на небе у них единомыслие, и они в этом царю признаются. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Аминь!